Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава Мецера, новая глава. Она продолжает тему старой, они обычно не в высокосный год вообще, им идут вместе, тазрея Мецера, но сейчас отдельно. Глава продолжает рассказывать о прокаженных, о причинах этого. А причина одна злословие, плохой язык, рассказывает глава. Вообще плохой язык это плохо на земле. Оно является причиной человеческого падения. И как реакция на все это? Это гнев. Гнев это реакция человека, который считает, что Бог неправильно управляет миром. Человек вообще состоит из двух я. Первое я это основное, это образ Бога, который внутри нас, внутри каждого человека. Это то, что мы называем душой, высшей частью нас самих. Второе я это мы называем эго. В каком-то смысле это такое поддельное я. Эго это меньшее я, но оно гордое, завоевательное, высокомерное. И оно поглощено своими собственными желаниями и потребностями. А гнев это его реакция на воспринимаемые, как он считает, оскорбления или уменьшение его власти или раздутости или силы. Частые приступы гнева и вспышки ярости, они вообще это предупреждение для человека о том, что его меньшее я заняло наоборот большее место и властвует над ним. Был такой раввин Ицка Крисбуркия, лидер польского еврейства около 200 лет назад. Он когда надо было разгневаться, даже важный тем, он набрал такой специальный плащ, там с 200 пуговиц начинал его потихонечку застегивать, потому что главное это недопустимость спонтанного гнева. Человек может на что-то там разгневаться, но вот спонтанные взрывы гнева это совсем другое. Вообще нельзя никогда Бога обвинять происходящим в человеческом мире. Все проблемы, все сложности порождаются не Богом. Вообще надо, знаете, есть такое заблуждение у человека, он считает, что Бог должен нам служить. Это не так, это мы должны служить Ему и через это служение приносить в мир какую-то духовность, которая будет очищать, ну я не знаю, уничтожать теоретические возможности зла. Бог не освобождает нас от ответственности. Вот это надо понять. Наоборот, он так создал этот мир, что он призывает нас к ответственности за поступки, за мысли, за слова, за все это. Когда первый раз это все было? Когда Адам и Ева согрешили, Адам обвинил свою жену, жена обвинила змея. И вот вся история человечества это попытка ухода от ответственности за собственные поступки. Это продолжается по сегодняшний день. Подобное серьезное отношение к злословию вообще, к языку, в иудаизме лежит в глубоких корнях понимания человеческой природы и природы Бога. Того Бога, который создал мир словом. Бог проявляет себя в словах. Он говорил с патриархами, говорил с народом у горы Синай. О создании человека сказано как? И вдул в его ноздри дыхание жизни и стал человек живым существом. То есть говорящая душа называется человек. Не как тайна, не хомо саппинг, не человек разумный, потому что если посмотреть мир, мы поймем, что человек неразумный. Говорящая душа, это живое существо, человек, называется разумным только в нашем мире. Утренняя молитва, которую часто каждый день мы произносим, это какие главные слова? Бог мой, убереги мой яздык от злословия устал живых речей. Вот на этом сосредоточен день, как ни странно. Когда это начиналось, если вы помните, вообще все эти рассказы о прокаженных, где первый раз это было? Бог дал Маше первый раз при встрече три знамения. Воду превратил в кровь, потом змея превратился в посох, и потом рука, которую он засунул себе за пазуху, стала покрыта проказой. За что? Это был намек на то, что когда сказал, что евреев ты выведешь, он сказал, они мне не поверят. Вот как только злословие первое было сказано, тут же показалось, как это будет. Да, это было случайно, да, это было, ну как бы, не глобально, но это нам показали, как это будет. Устная тора доносит до нас такую историю. Некий уличный торговец ходил из города в город и кричал, кто хочет получить долголетие, я продаю долголетие. Подошел к нему Раби Янай, великий учитель Талмуда, и поинтересовался, а что же ты продаешь? Тут, говорит, пожалуйста, открывает Тигилин, Псалмед Халай, написано, человек, любящий жизнь, стремящийся к долголетию, чтобы видеть добро, что надо сделать? Стереги свой язык от зла и уста своих от живых слов. Не совершай зла и делай добро, ищи мира, стремись к нему. Ибо ты, вот залог долголетия и нормальной жизни. Так написано в наших книгах. Пришел один к Рабину и говорит, Ребе, почему заповедано не гневаться и прощать обиды? Рабин ему говорит, скажи, а у тебя на сердце хорошо, когда ты гневаешься? Тут, говорит, нет. А хорошо тем, на кого ты гневаешься? Он говорит, тоже нет. А когда тебе и другим плохо, разве это хорошо? Он говорит, нет, конечно. Так прощай, чтобы тебе и другим было хорошо. Я думаю, что совет этого мудрого Рабина, он очень правильный. И в Медраше, в Айкра, Раба, написано следующее. Однажды Раби Игуда Наси пригласил ученика на трапезу. Он положил, учеников, простите, он положил перед ними языки такие отваренные. И были мягкие, хорошо сваренные. А были жесткие, немножко недоваренные. Он увидел, что ученики выбирают мягкие языки и остановляют жесткие в стороне. Тогда он сказал им, обратите внимание, что вы делаете. Вы выбираете мягкий язык, а жесткий откладываете в сторону. Вот так же надо поступать, разговаривая друг с другом. Выбираете мягкий язык, а жесткий откладываете. Вот это один из уроков этой главы. Наступил Ниссан, месяц чудес. Корни всех чудес мира находятся в Ниссане. Если мы ждем чудо, это чудо должно произойти именно в месяце Ниссан. Но благодаря нам. Поэтому давайте правильно вести себя в месяц Ниссан, а он подарит нам чудо, если мы очень сильно попросим. Брахавы от слаха. Продолжение следует...